Для меня история с выборами мэра Москвы остается, в общем-то, наверное, каким-то таким непонятным моментом, потому что я понимаю, что при всей симпатии, которую испытывали к Навальному довольно-таки большие массы населения, по крайней мере, на территории Москвы, это было просто высказывание оппозиционного мнения. И мне кажется, что на месте Навального мог бы быть любой другой оппозиционер, по большому счету. Я не знаю, каким Навальный был бы хозяйственником, потому что все-таки мэр – это человек, который занимается хозяйством и обеспечением неких процессов, связанных именно с хозяйственной составляющей жизни. Вы понимаете, это очень легко, вернее, критиковать того или иного мэра. Нравится ли мне наш нынешний мэр? Я не знаю, потому что что-то в городе становится лучше, что-то в городе становится хуже. Как ездили с мигалками, так и ездят. Да, на Тверской стало меньше пробок, потому что запретили парковаться. С другой стороны, мне кажется неправильным, что не разрешают припарковаться даже на 5-10 минут, потому что человеку нужно зайти в аптеку или в банк, или в какое-то еще заведение. Должна быть какая-то минимально разрешенная парковка. Например, в том же Израиле существует разрешение на парковку в течение 30 минут, после чего камеры, отследив, что человек припаркован больше, чем 30 минут, они уже выписывают штрафы и так далее и тому подобное. Потому что должен быть какой-то люк для человека, чтобы он что-то сделал. Тверская – это абсолютно жилая улица, на которой много магазинов, банков, аптек, разного рода заведений, и нельзя полностью запрещать около них останавливаться, хотя бы у книжного магазина «Москва». Но если я еду домой после работы и хочу купить книжку, получается, я лишена этой возможности. Поэтому я не могу однозначно оценить ни прошедшие выборы, ни их результатов. Только время покажет, насколько были правы в итоге москвичи проголосовав за Собянина.